Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания святого апостола Павла Кримлина на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 15 главу. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что написано, было прежде написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог терпения и утешения дарует нам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами вславили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Такие первые шесть стихов. В 15 главе апостол Павел, продолжая тему назидания и наставления в духовной жизни, касается очень важного аспекта угождения Богу и ближнему. В одном из своих посланий, в послании апостола Павла к Коринфянам, он говорит такие слова, «Если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым». А здесь мы видим, как он пишет, «каждый из нас должен угождать ближнему во благо». То есть, казалось бы, на первый взгляд есть некоторые противоречия, что апостол Павел там говорит, что «я не угождал, если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христа». А здесь, говорит, необходимо угождать людям. Какой здесь есть критерий угождения? В общем-то, апостол Павел это в дальнейшем сам и объясняет. Он пишет «во благо, к назиданию» и приводит в пример для такого угождения самого Христа, который был равен Богу, но, как сказано, не посчитал хищением быть равным Богу, но стал рабом, стал человеком, стал, в общем-то, ради нас умолил себя. Как сказано, он ради нас умолил себя. И фактически Христос, придя в этот мир, вычеловечившись, пришел, как он и сам говорит, не чтобы ему служили, а чтобы послужить. «Мы сильные должны сносить, — говорит апостол, — немощи бессильных и не себе угождать». С этого именно начинает, потому что, действительно, в этой жизни мы больше угождаем себе. А весь смысл служения Богу — это учиться у Бога служить людям. Почему призван каждый православный христианин? Учиться у Бога по его заповеди служить людям. Церковь есть училище или, если хотите, школа любви. Здесь мы учимся, что значит по-настоящему любить друг друга. Итак, далее апостол продолжает. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумеет то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отца, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказываю. «Возвеселитесь, язычники, с народа моего». И еще. «Хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы». Мы видим, что апостол Павел, опять обращаясь к Римской Церкви, зная, что, как он об этом говорит, во Христе Иисусе нет ни Эльна, ни Иудея, тем не менее, обращаясь к Римской Церкви, он сначала говорит об Иудеях, чтобы они не кичились законом и не превозносились, но потом и обращается к язычникам. По этому поводу интересная есть цитата у свидетеля Анзлатоуста, который пишет так. «Ради почитания Бога носите премина друг друга и таким образом исполните закон Христос, ведь Христос принял нас в Себя, хотя мы были нечестивыми». И вот еще одна цитата, именно конкретно по пониманию этого текста. «Все места из Писания апостол Павел приводит, чтобы показать, что нужно всем объединиться и славить Бога. Одновременно он осуждает Иудея, чтобы тот не превозносился над язычниками, потому что все пророки призывали их, а также и бывшему язычнику внушает скромность, показывая, что тот за большую благодать обязан благодарить». И далее продолжает, приводя из пророков, из пророка Исаия в частности, Исаия также говорит, будет корень Иесеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою. И сам я уверовал о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Это очень важные слова, апостол Павел, это подсказка всем преподавателям, учителям, апостол Павел переходит на такой уважительный тон, потому что ранее он говорил, что «благодатью мы все спасены, и Дух Святой, он обращался к церкви, может и вас научать и наставлять, и без меня». И здесь, чтобы избавить этот ученический тон, он переходит, видите, как и говорит, «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благодати, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Ироним Стридонский пишет по этому поводу следующая цитата. «Павел хочет сказать, я писал вам с тем большим доверием, что узнал вас, как людей благоразумных, быстро внимающих доводом, поданным не от Бога благодати, не ради земных воздаяний или хвалы, нового исполнения принятого на себя служения. Учить обещают только с тем, чтобы напомнить вам то, чему вы научились». Очень важно, конец цитаты. То есть апостол Павел не ставит себя в ранг такого, хотя имеет право. Он призванный апостол, призванный самим Христом, но мы видим его кротость. Он как бы ставит себя в ранг тоже ученика Христова, исполняя ту заповедь, о которой спасители говорят «не делайтесь учителями, ибо имеете больше осуждения». И мы видим, как он здесь говорит, что «я вам только напоминаю». Он как бы здесь говорит о том, что повторение мать учения. И вспоминаются даже слова Александра Сергеевича Пушкина, который говорит «все мы учились понемногу, когда-нибудь и как-нибудь». И вот действительно, чтобы не получилось как-нибудь, он говорит «я вам напоминаю, чему именно». И далее 15-16 стих. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, что поданы мне благодати от Бога». Видите, он все-таки говорит «я имею этот статус». «Быть служителем Иисуса Христа у язычников». То есть, говорит «не сам я на себя принимаю этот подвиг, а выполняю некоторое послушание». Всегда в большой мере, когда проводишь какие-то обучающие семинары или в Москве, или в епархиях, где уже приходят часто люди, облеченные священным саном, и, конечно же, учившиеся, и в наших духовных школах, всегда бывает в некой мере трудно говорить. Потому что знаешь, что эти люди, они тоже непростые, неофиты, которые совсем недавно пришли в церковь, и которые нуждаются в словах назидания. Всегда учителей трудно учить, потому что в голове у учителя есть такая поговорка «не учи ученого». И в этом смысле апостол Павел здесь помогает. А что, как же сказать? «Быть, — пишет апостол Павел, — я призван по благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действия благовествования Божия». Смотрите, что интересно, что апостол Павел священно действием называет благовествование Божие, «чтобы сие приношение язычников будут священы Духом Святым было благоприятно Богу». Вот что пишет по этому поводу Иустин Мученик. Цитата. «Мы истинные, святой Иустин Мученик, мы истинный первосвященнический род Божий, потому что на всяком месте и во всяком народе приносим ему жертву благоугодную и чистую». И смотрите, как продолжает. «Подобно тому, как священники, совершая жертвоприношения, должны следить за тем, чтобы жертва не имела никакого пятна, недостатка или порока, дабы могла быть принята Богом и угодно ему, так и приносящий жертву благовествования и возвещающий слово Божие, должен всячески следить за тем, чтобы в проповедь не вкралась скверно, в назидание порок». В учении ошибка. Очень красиво сказано. И это надо запомнить. Действительно, как священник, конец цитаты, как священник совершает жертву, умывая руки, да, и как в Ветхом Завете приготовления были все, он исследовал этого агнца, чтобы в нем не было ни порши, ни пятна, ни порока, и тогда только приносил его в жертву, и сам совершал молвение. Так и в учении необходимо все проверять, все сверять священным писанием, догматическим богословием. Если не подходит наше это частное богословское мнение, кому оно нужно, если оно не спасительное? Никому. Совершенно. Это так себе. Это театр какой-то с этими частными богословскими мнениями. Учение церкви, которое помогает человеку восхитить Царствие Божие, к которому призывает Христос. Царствие Божие усилием берется. Поэтому всякие басни хитросплетенные, о которых апостол пишет в пастырских посланиях, и мы учили вас не баснями, а то, что приняли, от самого Христа. Сам Христос принял от Бога Отца и передал нам. И сказал, что пошлю вам Дух и Святая, Который наставит вас на всякую истину, напомнит вам все, что я говорил вам. Поэтому так. Поэтому так и пишет здесь. Возвещать Слово Божие должен всячески следить за тем, чтобы в проповедь не вкралось скверно, в назидание порог, а в учении ошибок. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом. Силой знамени и чудес, силой Духа Божия, так что благоествование Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом, я старался благословлять не там, где уже было известно имя Христова, дабы не создать на чужом основании». Очень важные, братья и сестры, слова. Апостол Павел говорит о том, что я созидал не там, где уже было известно Слово Божие. Это в прямом смысле то, что делал апостол Павел, можно назвать миссионерским служением. Потому что он созидал там, где еще не проповедовали о Христе распятом и воскресшем. Есть такое понятие в церковной экономии как территория апостолата. Что это означает? Это означает то, что никто не имеет права вторгаться на канонической территории другой поместной церкви без благословения на то правящего архиерея, митрополита или патриарха, кто правит этой территорией. Это называется принцип апостолата. Не проповедовать там, где было уже... И он заложен здесь в словах апостола Павла. Поэтому, когда к нам приезжают некоторые эмиссары с разными неопротестантскими лозунгами и со своим учением, они приезжают как будто в какую-то духовную пустыню. Я помню, как когда-то тогда еще в 90-е приехал Билигрэм и хватило у него вот все-таки такой, как же бы это, помягче сказать, да, все-таки хватило совести выйти на стадион и сказать о том, что я принес вам Библию в Россию. Это в 1992 году. Я тогда по миссионерскому своему служению проявление интереса ко всем этим течениям как преподаватель, тогда еще не был преподавателем сиктоведни, сейчас преподаватель сиктоведни. У меня первая мысль, которая промелькнула, я всегда думал, что это сделали Кирилл и Мефодий тысячи лет назад. Такая серьезная претензия. Нарушение принципа апостолата, снова повторю, который заложен здесь апостолом Павлом, не проповедовать там, где уже было известно имя Христа. Поэтому те люди, которые говорят о том, что они живут по Библии, они нарушают эти слова и этот принцип, о котором здесь говорит апостол Павел. Так и пишут. Старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова. Ну, как написано. Не имевшие в нем известия, увидят и не слышавшие узнают. Все это много раз я и препятствовал мне прийти к вам. Ныне же не имея такого места в всех странах и с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Мы видим, что апостол Павел совершает здесь свое миссионерское очередное путешествие. И он не то, чтобы пренебрегает тем, чтобы прийти в Рим, как христианам и навестить их римскую общину. Он здесь просто изъясняет свои планы, начиная с 23 главы и по 33. Примерно можно резюмировать так, как это делает Амбросий Медиаланский. Цитата. Павел разъясняет, что сказал в начале послания, я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. Теперь же он излагает, какая причина мешала ему. Он желал прийти, но ему приходилось заниматься тем, чтобы в окрестностях предотвращать распространение лжеапостольских учений. А затем и проповедовать в этих местах. Так и не удалось, говорит он, прийти в Рим, куда он давно хотел. А римлян, которые были уже приведены к закону, он между тем поправляет через послание. Те же, кто еще не слышал проповеди, полезнее учить в его присутствии, чтобы, основавшись на правильном учении, их было труднее поколебать. А прийти он обещает по пути в Испанию, ибо там имя Христово еще не проповедано, и умы тамошних жителей не заняты. Кроме того, для лжеапостолов путь к ним труден, ибо оно не будет вреда, если он придет к римлянам позже. Конец цитаты. Мы видим, что апостол Павел во всех своих действиях ищет пользы ближнего. Так он и говорит, и начинает эту главу. Мы сильно должны, мы сильны должны не снащить немощи бессильных, и каждый должен угождать ближнему и говорить во благо и к назиданию. Вот весь смысл и принцип апостольского служения. Так и пишет здесь. Между тем, говорит, умовляю вас, братья Господа нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. Очень важно. Очень важное наставление дает апостол Павел, потому что без молитвы миссионер-агитатор. Миссионерство, миссионерское служение начинается с молитвы, средина миссионерского служения молитва и завершается молитвой. Чтобы избавиться, говорит, мне от неверующих в иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Кто такие неверующие в иудеи? Это люди, которые не принимали Христа, но были среди них и лицемеры. Те, которые по лицемерию приняли Христа, вроде бы как примкнули к Церкви Божией, но еще оставались в своем сознании в ветхозаветном состоянии. Поэтому и их, как предполагает в частности вот и свидетель Анзела Тауста, апостол Павел мог назвать неверующими. Как и сегодня мы говорим, что ну вот этот христианин, хоть он и называется христианином верующий, а вот этот неверующий. Даже среди народа, не знаю, хорошо это или плохо, но сложилось тоже такое понимание, верующие священноначалия или неверующие священноначальники, тоже так говорят, ну вот этот батюшка или там владыка верующий, а это не знаем, пока. Поэтому так, поэтому он и говорит, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудею и чтобы служение мое для Иерусалима было приятным святым, дабы мне в радости, если Богу угодно прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Так говорит Бог мира. Что значит Бог мира будет со всеми вами? В этом кратком изречении, которое апостол Павел подтверждает словом Аминь, что значит истина, и утверждает как некое печастью, звучат очень важные слова. Очень важные слова, которые обновляют ум человека к восприятию евангельского текста и благовестия Христова. Какие же? Что это? Тот мир, который дает Христос. Он говорит, мир даю вам не так, как дает этот мир. А что? Какое условие для приятия этого мира? Покаяние. А что значит покаяние? Обращение к этим заповедям и их осмысление и не только. Осмысление и практика. Практика. Пробуйте. Пробуйте исполнить заповедь не только мыслью, но и на деле. Поэтому апостол так и говорит. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Аминь.